Сейчас о спорте. Хоккейные команды «Динамо Тверь» и «Сокол» Красноярск накануне сразились на льду спорткомплекса «Юбилейный». Чем зрителям запомнилась встреча соперников и кто одержал победу, узнают наши корреспонденты. Поединок «Динамо» и «Сокола» начался с курьезного гола. На четвертой минуте Владимир Коротков, вкатившись в зону хозяев, бросил от синей линии гораздо выше ворот. И шайба от защитного стекла за воротами отскочила в спину Георгию Кузнецову и упала за ленточкой. Соперники показывали равную игру на вполне приличных скоростях. А самым острым эпизодом можно назвать выход красноярца Алексея Князева. Один в ноль. Дуэль осталась за «Динамовским» голкипером. Под занавес стартовой 20-ти минутки «Белоголубые» получили почти минуту в формате 5 на 3. Но курьезный гол, в котором родные стены сыграли против тверской команды, остался единственным в первом периоде. Все получается. Просто пропустил нелепый гол. Отстекла отскочила. Повезло. Сейчас, я думаю, владеем преимуществом. Сейчас добавим немножко и сравняем. И увидим вперед. После перерыва очередное большинство «Динамовцы» разыграли более эффективно. Но не на все 100%. В крайне опасной ситуации «Сокол» выручил вратарь. По итогам второго периода соперники нанесли практически одинаковое количество бросков створ-ворот. 11-10 в пользу гостей. Но счет не изменился. Не мудрить, не привозить такие моменты. Создавать сопернику какой-то святой водой поливать. Просто сыграть очень уверенно. Счет на дабло изменился в дебюте заключительной трети. На 43-й минуте ювелирной по точности бросок в девятку. 2-0. Буквально через минуту. Третья шайба, однако, она была забита высоко поднятой клюшкой. И арбитры гол отменили. Впрочем, 3-0 все-таки состоялись. Князев на пятачке подставил клюшку таким образом, что скользящий по льду спортивный снаряд резко взмыл над плечом вратаря «Динамо». В оставшееся время у хозяев совсем расклеилась игра в атаке. А «Сокол» вполне мог увеличивать и без того разгромный счет. В итоге матч завершился сухим поражением тверской команды. 0-3. Следующий поединок «Динамо» сыграет в юбилейном в субботу, 14 декабря, начало матча с Тюменским Рубином в 17.00. Телеканал Тверской проспект «Регион» будет вести прямую трансляцию. Не пропустите. Продолжение следует...